Искусство вещь затратная, особенно в Ивано-Франковске. Местный департамент культуры решил спустить больше миллиона гривен на праздничный банкет и автомобиль. Кого здесь собираются возить и что отмечают, узнаем от Жанны Дочак. Департамент культуры Ивано-Франковского горсовета. В этом году здесь решили отойти от традиционной программы и отметить свой профессиональный праздник с особым размахом. Кроме цветов, грамот и поздравлений, 9 ноября хотят организовать еще и грандиозный бал. Працовники культуры, это же обычные люди, это же те семьи, библиотекарь, прибиральницы в закладах культуры, которые каждый день не имеют возможности где-то пойти и отведать тот или иной заход. И именно для таких людей мы организовываем этот бал. Художественное оформление зала, фуршет на 180 человек и экскурсия в Трусковец. Статии расходов вылились в немалую сумму. По скромным подсчетам, этот праздник обойдется городской казне в почти 90 тысяч гривен. А еще в этом месяце чиновники запланировали покупку нового автомобиля. Уверяют, машина им крайне нужна для работы. У нас в зале нет никакой транспортной единицы, которая бы могла, даже те же коллективы. У нас есть близко 100 коллективов и детских, и дорослых по всех закладах культуры. И проблема есть с перевозкой, с организацией концертов. В департаменте уже объявили тендер и даже выбрали, какую именно машину хотят. Приглянулся чиновникам вот этот Ситроен 2017 года выпуска за миллион гривен. Автоматическая коробка передач, проекционный цветной дисплей, адаптивный круиз-контроль и девятиместный салон. Но вот пригодна ли машина для перевозки творческих коллективов? Мы решили проверить и поехали в ближайший народный дом в селе Микитинцы. Здесь множество кружков и хоров в составе каждого не меньше 10 человек. Если мы едем на далекую отстань, то это может быть транспорт оснащенный, то есть и больший за обсягом. Коллективы на самом деле есть очень много. Если едут полностью вся количество наших аматоров, то нужно большого, минимум 50 на 50-60 человек. Потому что только два хора, это уже, понимаете, 40-50 человек. Это иномарка для преуспевающего бизнесмена, а не для госучреждения. Уверяют автолюбители. На авторынке есть множество других моделей с параметрами не хуже, но намного дешевле. Наше украинское производительство есть сейчас «Газель». Называется, если не ошибаюсь, «Рута» новая. Количество местом 22 сидячих. Хороший автомобиль уже я себе зарекомендовал в Украине. Тем более, что там есть, ну, по-перше, где и пассажирам и сесть, и есть определенная количество мест, введенных для стоячих мест. Я считаю, что это самые оптимальные варианты для, ну, таких держосновок. Дорогие иномарки Ивано-Франковские любят не только в Департаменте культуры, но и в облсовете. В августе там приобрели кроссовер Toyota Highlander 2017 года выпуска за 1 миллион 117 тысяч гривен. Госаудит уже признал покупку незаконной из-за нарушений процедуры торгов. Анастасия Старовой, Джанна Дучак, Михаил Ребристый, телеканал Интер, Ивано-Франковск. Продолжение следует... Продолжение следует...